Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрея Лаванов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Честно, впервые в подобном центре отдельное здание, отдельное помещение для детишек, для жён, для пособирания гуманитарной помощи. Депутат Госдумы Алла Полякова посетила Люберцы. Проведём экспертизу в летний период, но в зиму не ремонтируют крыши. Сделаем ремонт основательный. Владимир Волков провёл личный приём граждан. На фестивале я первый раз, в числе амбассадуров я тоже первый раз. Для меня это совершенно новый опыт, тем более на события мирового масштаба. Люберчане примут участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи. К каждой игру мы настраиваемся одинаково, то есть, не важно, с кем мы играем, все настраиваемся на победу. В триумфе состоялись финальные игры первенства городского округа по мини-футболу. А теперь подробнее о всех событиях. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В своём выступлении глава государства подвёл итоги года, обозначил важные направления внешней и внутренней политики, а также определил вектор развития страны на ближайшие шесть лет. За обращением президента к Федеральному собранию наблюдали депутаты, представители общественных организаций, участники специальной военной операции, лидеры общественного мнения городского округа Люберцы и, конечно же, наша съёмочная группа. Перед началом выступления главы государства с ежегодным посланием к Федеральному собранию в Люберцах провели круглый стол. Участвовали представители общественных организаций, депутаты, руководители предприятий, ветераны СВО. О планах по развитию муниципалитета и реализации федеральных программ на территории округа доложил Владимир Волков. Мы стараемся записать те проблемные истории, вопросы, которые беспокоят людей. Это дороги, это новые мосты, туннели, это объекты школы, сады, поликлиники, объекты благоустройства. Конечно, программы, такие как национальные проекты, помогли решить на территории России гигантские вопросы, которые не решались на протяжении многих лет. И они сейчас решаются системно. В Люберцах ежегодно строят и ремонтируют социальные объекты. Во дворах устанавливают спортивные площадки, детские игровые комплексы, благоустраивают парки и скверы. Многие проекты реализуются по инициативе и пожеланиям жителей. Любой национальный проект вначале согласовывается на земле, потом поступает на уровень региона, и только после этого регион его включают в программу. Хотя там конкуренция очень серьезная с другими регионами. И все хотят получить себе дополнительную школу, дополнительный объект, дополнительное финансирование. Национальные проекты помогли решить в Люберцах ряд вопросов. Только в этом году откроют 15 социальных объектов. 5 новых школ, 7 детских садов, 2 поликлиники и после реконструкции стадион Торпеда. Завершается капитальный ремонт 18-й гимназии, строительство трассы М-5 «Урал». В обход поселка Октябрьский ведутся работы по прокладке Южно-Лытканецкой автодороги, а уже весной приступят к строительству Новоегоревского шоссе. Люберцы все были в развитии. Сегодня динамика, вы сами слышали, Владимир Михайлович ее нарисовал, она огромная. Есть что показать, есть о чем сказать, есть на что обратить внимание. После беседы за круглым столом участники встречи переместились в актовый зал инженерно-технологического лицея, который уже был полон зрителей. За выступлением президента России следили на большом экране более 700 жителей городского округа. Послание федеральному собранию – это, прежде всего, взгляд в будущее. И сегодня речь пойдет не только о наших ближайших планах, но и о стратегических задачах, о тех вопросах, решения которых считают принципиально важным для уверенного, долгосрочного развития страны. Люберцы динамично развивается, Люберцы также встроен в эту систему государственного развития. Мы все вместе идем вперед, у нас открываются новые предприятия. Первой темой, которую затронул президент России, стала специальная военная операция. Глава государства поблагодарил жителей страны за помощь фронту и призвал органы власти поддерживать героев и их семьи. Я, как представитель Фонда защитников Отечества Московской области по Люберецкому району, могу сказать о большой работе, которую мы проводим с ветеранами и семьями погибших. Все они под нашей опекой. При Госфонде и Центре поддержки работает гуманитарный склад. Спасибо большое всем неравнодушным за помощь. Большое спасибо администрации городского округа Люберцы, всем образовательным учреждениям, которые собирают гуманитарную помощь, доставляют нам на центральный склад. Вся помощь уходит непосредственно в руки нашим защитникам. В своем послании Владимир Путин озвучил ближайшие планы и стратегические задачи, а также анонсировал запуск новых национальных проектов и мер поддержки для населения и бизнеса. Президент акцентировал внимание на развитие институтов семьи, поддержку гражданского общества, патриотичные повестки, образование, медицины. Весь этот спектр, его нужно будет дополнительно еще проанализировать, обсуждать и внедрять каждый день, притворяя это послание в жизнь. На сегодняшний день в городской округ Люберцы поставлено 300 аппаратов рентгенологических, ангиограф, мамограф, открытые новые поликлиники, детская поликлиника, взрослая и детская поликлиника, станция скорой помощи, строится в поселке Октябрьский новая поликлиника, в поселке Мирный новая поликлиника. Культура пробуждает в человеке его самые лучшие качества. И президент всегда везде об этом говорит и подчеркивает о важности государственной поддержки в этой сфере. И мне хотелось бы, чтобы работа в данном направлении была продолжена. Послание президента Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности. Оно длилось 2 часа 6 минут. В своем выступлении глава государства затронул все сферы жизни россиян. Вопросы, которые волнуют каждого жителя большой страны. Городской округ Люберцы с рабочим визитом посетила Алла Полякова. Депутат Государственной Думы, руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» встретилась с участниками спецоперации и их семьями, провела личный прием граждан, а также посетила Люберецкий дворец культуры. Подробнее о визите парламентария в сюжете моих коллег. А в основном продукты питания это жители и общеобразовательные. И как это собираете, а потом куда вы деваете? Мы их сортируем. И у нас сюда даже приходят бойцы. Вот приходят, они все у нас. Мы всех собираем, отправляем. Машины приезжают, также мы их набиваем и отправляем. Раз в месяц стабильно от нас только уходят машины. Рабочую поездку Алла Полякова начала с посещения специализированного центра поддержки участников спецоперации и их семей. Депутату показали Центр сбора гуманитарной помощи, а также кабинет, где по вторникам и четвергам специалисты МФЦ оказывают помощь семьям военнослужащих и ветеранам СВО. Поговорили о мерах социальной поддержки бойцов и их семей, реабилитации раненых и помощи тем, кто сейчас на передовой. Честно, впервые в подобном центре отдельное здание, отдельное помещение для детишек, для жен, для собирания гуманитарной помощи. Мы встретились с участниками специальной военной операции, членами их семьи, поговорили о том, чего не хватает, чтобы хотелось, насколько им уютно в этом центре, и было приятно услышать только положительные отзывы. Визит Аллы Поляковой в Люберце продолжился посещением общественной приемной партии «Единая Россия». Совместно с депутатом Московской областной думы Дмитрием Дениско она вручила грамоты за помощь фронту люберецким молодогвардейцам и представителям Союза женщин России. Затем депутат Госдумы провела личный прием граждан. Обращение жителей Алла Полякова рассматривала с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексеем Гержеком. Вопросы люберчан коснулись обустройства двух пешеходных переходов. На Егорьевском шоссе в районе Жекан-Новокрасково там строится напротив большая школа, на 1100 мест, куда дети должны пойти осенью этого года. Но, естественно, там нужен сегодня пешеходный переход, который по поручению губернатора Московской отрасли Андреющего Воробьева мы должны будем построить. Также жителей интересовал пешеходный переход на строящейся дороге Юла, который также проходит в городском округе Люберцы. Там тоже большой ЖК, напротив красивый лесопарк. И у нас там запланирован тоже пешеходный переход, который мы сместим просто ближе ко входу парк, чтобы жителям было удобно. Сегодня у нас есть такая возможность, что любой житель того муниципалитета, где проводится прием, прийти и задать вопросы министру, отвечающим за те или иные вопросы. А также в режиме ВКС это может сделать житель со всего Подмосковья. Сегодня мы провели прием, пришли жители из городского округа Люберцы и городского округа Электросталь. Заданы вопросы министру, даны ответы, ну а мы как депутаты, конечно, возьмем все на свой контроль. Еще одной локацией стал Люберецкий дворец культуры. Алла Полякова ознакомилась с работой детской хореографической школы и осмотрела помещение, где требуется капитальный ремонт. На сегодняшний день в здании ДК утвержден редизайн общественных зон первого этажа. Затем депутат Госдумы встретилась с коллективом комитета по культуре городского округа Люберцы и рассказала им об итогах проделанной работы за прошлый год. С таким же докладом выступил депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Луиса Егия, Зарян Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Глава округа, секретарь местного отделения Единой России Владимир Волков провел личный прием граждан. Совместно с коллегами из администрации городского округа и представителями общественной приемной партии он рассмотрел ряд обращений. Какие вопросы прозвучали на встрече, расскажем в следующем сюжете. Тематика очередного личного приема Владимира Волкова – работа управляющих компаний. Поэтому на встрече присутствует заместитель главы по вопросам ЖКХ Константин Карпов. Встречи такого формата позволяют жителям получить ответы на свои вопросы здесь и сейчас. Мы сделали до начисления за 16 кубических метров этих кубов воды. Это общедомовые расходы. 80 квартир в доме. И получилось, что 1280 кубов падает на дом за 2022 год. Или оплата за эти кубы 295 200 рублей. Это точно никакой не прорыв. И это точно не плата за недобросовестных соседей. Приборы учета все поверенные. За этим у нас лид не управляющих компаний. К счастью, это у нас ресурсоснабжающая организация теплосеть. У меня предложение никакое. Встречается руководство ЛГЖТ непосредственно с вами. Показывает вам все распечатки приборов учета. Сколько потреблено тепла, сколько потреблено воды. И объясняет вам, откуда эти цифры, собственно говоря, взялись. На прием к Владимиру Волкову пришли также жители 18-го дома на улице Кирова. Уже на протяжении нескольких лет кровля МКД заливается, что повреждает квартиры на последних этажах. Мы проведем экспертизу в летний период, но зимой не ремонтируют крыши. Мы сделаем ремонт основательный. Все, что касаемо ваших квартир, никакого неудобства у вас не должно быть. Поэтому к вам в удобное для вас время, если сегодня удобно, вечером сегодня выйдут наши сотрудники. Будет муниципальный контроль от нас, от города. Будет представитель обязательно ШОТ «Единой России». Обязательно, чтобы со всех сторон. И будет ЖЭУ вместе с представителем ЛГЖТ, с центральным офисом. Вот в такой комиссии 5-6 человек выйдут, наметят сроки ремонта с вами согласованным. После визита комиссии в квартирах заявительниц начнется косметический ремонт. По поручению Владимира Волкова его должны провести максимум за полтора месяца. Луиза и Геазарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Депутаты Люберец провели отчетную конференцию в формате живого общения. На ней подвели итоги работы за 2023 год и рассказали о развитии важных социальных объектов для жителей. Подробнее расскажет Анастасия Кладинова. Конференция началась с подведения итогов за прошедший год. Председатель Совета депутатов Владимир Ружицкий рассказал о результатах совместной работы с администрацией городского округа. Позитивные изменения затронули сферы образования, благоустройства и дорожного хозяйства. Особое внимание – блоку здравоохранения. Вот на сегодняшний день, на улице 8 марта, фитополиклиника на 600 посещений в смену. Также завершилось строительство новой детской поликлиники в ЖК Живебина, парк, кто знает это на северной стороне. Что касается ЖК Живеберецких, то ведется строительство смешанной поликлиники на 300 посещений. Также оборудован дневной стационар психо-минологического диспансера на 20-м городе. Встречу с депутатами посетили жители округа и представители общественных организаций. У каждого был и свой вопрос. Лариса Ищенко предложила еще больше заниматься патриотическим воспитанием детей в школах и вопросом получения необходимой помощи военнослужащим. Сейчас как раз отвечают. И это приятно слышать, что работа такая ведется и будет, очевидно, усиливаться. Я так понимаю. И это есть правильно. Потому что до начала СВО у нас очень много было в стране чего неправильного. Сейчас радует то очищение, которое можно видеть на телевидении, в обществе. О деятельности депутатского корпуса в течение года информировали СМИ и социальные сети. Но вопросов все равно много. На некоторые ответ был дан сразу. Остальные требуют детального изучения и подключения различных структур и ведомств. Ответ на них предоставят в ближайшее время. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 17 февраля по всей России стартовал проект «Информу ВИК». Члены участковых комиссий приходят домой к избирателям и рассказывают им о предстоящих выборах президента. В городском округе эту работу выполняют около 700 человек. Как проходит поквартирный обход, покажем в сюжете Луизы Егезарян. Здравствуйте. Участковая избирательная комиссия. Откройте, пожалуйста. До выборов президента России еще больше двух недель. Но члены участковых избирательных комиссий работают уже сейчас. Информируют жителей о предстоящем важном событии. Рассказывают о способах голосования и учитывают пожелания каждого избирателя. 15, 16, 17 марта состоятся выборы президента Российской Федерации. Вы будете голосовать, будете участвовать? Да. Каким способом? Если только придете, а пройти я не смогу. К вам нужно прийти на дом. Голосование на дом. Хорошо. Мы можем прийти в один из трех дней. В любой день. А в какое время удобно к вам прийти? Где-то после 12. Хорошо. Я отмечаю, что где-то после 12 к вам можно будет прийти. По квартирный обход представители участковых избирательных комиссий начали проводиться месяц до выборов. Отличить их можно по специальной экипировке символикой избирательной компании. У каждого члена УИК есть удостоверение и бейдж с персональными данными. В будние дни у нас работа с 17 до 21. Но корректируется где-то до 20 часов. Потому что люди приходят с работы, а ведь не ровно в 17. А кто-то в 18-19 дом бывает. В выходные дни не ранее в 10 часов мы начинаем работу. А на участке 1502 обход с территории почти завершили. Из девяти домов остался один на улице Урицкого. Далее члены избиркома повторно посетят квартиры, в которых во время их первого визита никого не оказалось. В основном, конечно, народ настроен позитивно. Агитация идет и на телевидении, и достаточно широко освещается. Много очень людей, очень много, надо отметить, это дистанционное голосование. Новая форма для избирателей, но удобная. Работа по информированию населения продлится до 7 марта. Далее начнется подготовка к самим выборам. Они пройдут с 15 по 17 марта. В городском округе Люберцы в течение трех дней с 8 утра до 8 вечера будет работать 173 избирательных участка. Выразить свою волю и изъявление жители страны смогут и дистанционно. В Люберецкой администрации состоялось еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств, экстренных служб и управляющих компаний. За отчетный период в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило 1900 обращений. Возбуждено 22 уголовных дела, 15 раскрыты по горячим следам. Произошло 242 ДТП с одним пострадавшим. На особом контроле содержание дворовых территорий, очистка кровель от снега и сосулек. Очистка кровель имеет приоритетное значение для всех управляющих компаний. Более 700 доускатных кровель на территории городского округа и несвоевременная их очистка ведет к заливам квартир и, как следствие, рекламациям со стороны жителей. На эту неделю всем управляющим компаниям поставлена задача стопроцентной очистки всех кровель, которые есть на территории городского округа Люберца. Обсудили содержание автомобильных дорог и внутридворовых проездов. Из-за припаркованных машин вдоль тротуаров и вблизи контейнерных площадок региональный оператор по многим адресам не может своевременно вывести твердые коммунальные отходы. Уже разработаны и утверждены поды проекта организации дорожного движения на 25, 25 дорогах и 31 дворе. На автомобильных дорогах установлено 122 дорожных знака, на дворовых территориях установлено 84 дорожных знака. По четырем адресам уже начали работать сотрудники ГУСТа. Это Преображенская улица, дом 17, корпус 2, Инициативная улица, дома 73 и 69, Октябрьский проспект 298. К нарушителям применят санкции. Автомобили будут эвакуировать на штрафстоянку, а автовладельцам придется оплатить административный штраф. На совещании обсудили работу новой единой диспетчерской службы ЖКХ, которая должна оперативно реагировать на обращения жителей в вопросах качества обслуживания МКД и дворовых территорий, управляющими компаниями и коммунальными службами. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Встречи в формате выездной администрации помогают жителям быстро найти решение. На вопросы Люберчана ответили профильные заместители главы, представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. На этот раз собрание проходило в гимназии номер 41. Какие проблемы волнуют жителей, расскажем в следующем сюжете. Ждем открытия школы. Школу планируют открыть в этом году, в 24-м году, 1 сентября. И вот был насущный вопрос, откроется ли она на самом деле, потому что детей очень много, ЖК практически весь заселен. Представители всех сфер округа открыты к диалогу. В разделе образования частый вопрос о строительстве новой школы на улице Летчика Ларюшина. Процесс постройки на стадии завершения. Началась закупка оборудования. Мы вводим одно из самых крупных учреждений на полторы тысячи мест, школу на улице Ларюшина. И это учреждение, этот корпус точнее, будет вторым корпусом гимназии номер 41. Мы планируем все школы ввести именно к началу нового учебного года. Пока идет все в рамках тех сроков, которые были утверждены. Надеемся, что без сбоев и без срывов. Вопросы и к блоку жилищно-коммунального хозяйства. 15-му дому на улице Московской больше 50 лет. Он нуждается в ремонте щитовой и замене электрической проводки. В любом случае, мы возьмем эти фотографии. До 30 апреля здесь будет наведен порядок. Свяжешься, покажешь, как будете делать этот ремонт, какие там материалы будете использовать, как мы уже делали. Когда вам приходим, рассказываем, и вы слышите, что мы делаем. Вопросы все снимаются. По итогам встречи глава Люберец дал ряд поручений. Ни одно обращение не останется без внимания и ответа. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах появляются новые микрорайоны, а вместе с ними и новые учебные заведения, которые бьют рекорды по своим мощностям. В жилом комплексе «Первый Лермонтовский» завершилось строительство школы на полторы тысячи мест. Ее масштабы оценила наша съемочная группа. 24 700 квадратных метров – такова площадь школы, которая на сегодняшний день является самой большой в городском округе Люберце. Ее возведение началось в конце 2022-го. За полтора года на этом месте выросло здание, рассчитанное на полторы тысячи учеников. Она рассчитана на те корпуса, которые строятся непосредственно рядом со школой в рамках комплексного развития территории. И это все направлено на сбалансированное развитие территории, чтобы социальная инфраструктура ни в коем случае не отставала от строительства жилья. Вокруг школы будет проходить пешеходная и беговая дорожки. Вокруг школы будет создан некий такой прогулочный променадный бульвар. Здание школы представляет собой два четырехэтажных объема, соединенных двухэтажным зданием. В восточном крыле – блок начального образования со своим спортивным залом, раздевалками и отдельным выходом. В западном пищеблок – специализированные универсальные кабинеты для средних и старших классов. В центральной части – столовая на 900 мест и актовый зал с такой же вместимостью. Производят отделочные работы, фактически они завершены. Все оборудование, необходимое для функционирования школы, завезено. Даже есть полноценный спортивный тренажерный зал с беговыми дорожками, тренажерами, всевозможными отягощениями. Классы будут наполнены интерактивными досками. Все классы, которые связаны с физикой, химией, будут подведены партой специальными разъемами. В апреле строительная компания получит документы на разрешение ввода объекта в эксплуатацию. Весь летний период школу будут готовить к встрече с учениками. И уже 1 сентября в этих просторных помещениях закипит яркая школьная жизнь. В городском округе продолжают борьбу с незаконными торговыми объектами. Под снос уже попали десятки павильонов, киосков и капитальных объектов, в том числе расположенных на вылетных магистралях. Основная причина демонтажа – нарушение, выявленное при строительстве и эксплуатации объекта. Сотрудники Управления потребительского рынка и услуг Люберецкой администрации выявляют такие объекты ежедневно. На сегодняшний день на вылетных магистралях проверено более 60 торговых объектов. Для их приведения в соответствие с установленными требованиями, собственниками подписывают дорожные карты и выдают предписание об устранении нарушений. Демонтаж несационарных торговых объектов в нарушении требований действующего законодательства осуществляется по предписаниям администрации либо в судебном порядке. В прошлом году был демонтирован, снесен объект капитального строительства на Егоровском шоссе, дом 8. Это объект более 200 квадратных метров, использовался под кафе. В середине февраля очередной нестационарный торговый объект был снесен на Быковском шоссе. У собственника также отсутствовали необходимые разрешительные документы. А при эксплуатации нарушались требования пожарной безопасности. В рамках поручения Андрея Юрьевича Воробьева администрации городского округа Люберц проводятся необходимые мероприятия по сносу таких объектов, либо приведения их в современный вид. И если предприниматель готов привести свой объект к современному облику, конечно, мы идём навстречу. Делаем всё возможное, чтобы он собрал весь необходимый пакет документов и стоял законно, получил примыкание, получил разрешение, получил согласование нашей архитектуры и радовал глаз наших жителей. Если предписания не исполняются, торговые объекты демонтируют. Только в 2023 году на территории округа выявлено более ста незаконно расположенных нестационарных торговых объектов. Большую часть уже снесли. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Как не стать жертвой дистанционного мошенничества? Сотрудники полиции ещё раз напомнили жителям округа о популярных схемах у телефонных аферистов и способах защиты от них. На этот раз встреча прошла в Томилине. Подробнее в сюжете моих коллег. 30 лет назад мошенничество выглядело совершенно иначе, чем сегодня. Изобретение интернета и последующая цифровая революция привела к необычному сдвигу в этой сфере. Статистические показатели преступности говорят о том, что в стране наблюдается ежегодный рост числа зарегистрированных преступлений с использованием информационных и конкуренционных технологий. А результативность раскрытия таких преступлений растёт медленно. Это говорит о том, что злоумышленники находятся на шаг впереди. Поэтому гражданам нельзя терять бедительность. Особенно, если пишут или звонят с неизвестных номеров. Не надо переводить денежные средства бездумно. Пока вы, так скажем, не запустите свои руки для перевода, с вашими деньгами никогда ничто не произойдёт. Банки, в свою очередь, тоже сейчас стараются оградить нас, разрабатывают полезные программы. Но это всё, так скажем, для граждан преклонного возраста очень сложно. Жертвой телефонных мошенников можно стать независим от возраста. Полицейские напомнили жителям о самых распространённых видах. Чтобы себя обезопасить, нужно запомнить несколько простых правил. Положить трубку телефона, не сообщать данные с карты, не сообщать пароли из СМС и не приходить по ссылкам. И тогда вы останетесь в безопасности. Очень эффективно, когда люди слышат напрямую от представителей правоохранительных органов непосредственно ключевые слова, что в случае, когда с вас просят либо пароль, либо деньги, либо что-то отправить, позвонить, лучше сначала взять паузу, связаться с правоохранительными органами, уточнить, стоит ли это делать, и после этого принимать какие-то действия или решения. Поэтому мы считаем, что это необходимые мероприятия, и будем проводить как можно чаще. Сотрудники полиции будут и дальше проводить профилактическую работу с населением. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На железнодорожной станции Люберцы-1 прошла акция «Сохрани себе жизнь». В её рамках волонтёры совместно с сотрудниками РЖД провели разъяснительные беседы с жителями о снижении травматизма на путях. Подробнее расскажем в сюжете. Здравствуйте, хотим напомнить вам в виде листовки о правилах безопасности на железнодорожной станции. Место проведения акции выбрали не случайно. Именно на станции Люберцы-1 самый оживлённый трафик в округе. Информационные листовки не спасут жизнь, но ещё раз напомнят об осторожности на железной дороге и обязательном соблюдении правил безопасности. Я считаю, наши акции не проходят зря, потому что в 2022 году смертность у нас составляла 17 человек по нашему району от наезда подвижного состава. В 2023 году смерть и снизилась. У нас теперь цифры 13 человек было. У нас есть свой актив молодёжи. Мы выдвигаемся на различные места, в основном, где чаще всего происходит травматизм. У нас большая, наверное, скорее всего проблема – это зацеперы. Люди не понимают, что контактные провода – это очень большое напряжение, и сразу это смерть. Большинство трагедий происходят из-за невнимательности людей, которые переходят железную дорогу в неположенном месте. Важно помнить, что проезд и переход через пути разрешён только по пешеходным переходам, тоннелям и мостам. Ну, знаю только то, что переходить нужно на зелёный свет, когда горит для пешеходов, и стоять за вот этой вот полосой. Я знаю какие-то определённые основные правила. Конечно, все люди должны оплачивать проезд, то есть не проникать несанкционированно на пути, потому что это небезопасно. Такие акции проходят регулярно. Сотрудники РЖД ежедневно следят за порядком на платформах. И чтобы обезопасить подрастающее поколение, в школах проводят профилактические лекции. Это самый главный вопрос, это воспитание молодёжи. Управление образования постоянно проводит лекции с учениками по предмету опасности железной дороги, как необходимо себя вести на платформах, что не стоит играть рядом с платформой, рядом с подходящим поездом. Ещё одна мера предостережения за несоблюдение правил поведения на железной дороге – это штраф 1500 рублей. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические рейды и напоминают о соблюдении правил безопасности на дороге. В этот раз акция «Переходи по правилам» для пешеходов прошла на нерегулируемых перекрёстках по улице лётчика Ларюшина. Подробнее расскажет наш корреспондент. Быть пешеходом – это очень ответственно. В рамках акции инспекторы ГИБДД проводили беседы об опасностях, ожидающих участников движения при переходе проезжей части. А также дорожная полиция опрашивала пешеходов о знаниях правил безопасности. Нужно сначала посмотреть по сторонам, прежде чем зайти на пешеходный переход. Ну и, соответственно, убедиться в том, что нету ли несущихся машин. И дальше уже переходить. Лучше, конечно, детей за руки держать, потому что кто-то из водителей может на красный поехать. Причин, по которым пешеходы попадают в ДТП, много. Первое и самое главное – несоблюдение всех мер безопасности при переходе. Госавтоинспекция напоминает, что обязательно нужно делать перед выходом на проезжую часть. Ведь игнорирование правил может повлечь тяжёлые последствия. Пешеходам важно убедиться в своём безопасном переходе. Что для этого нужно? Снять наушники, убрать телефон, снять капюшон, посмотреть по сторонам. Нужно убедиться, когда транспортное средство полностью остановится, а не замедлит ход. И спокойненько начать движение. Также беседы проводили и с водителями транспортных средств. Всем участникам дорожного движения выдавали памятки. А подарком для детей были световозвращающие наклейки. В ответ пешеходы и водители обещали всегда быть дисциплинированными и соблюдать правила. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 20 ребят из Люберец прошли отбор на Всемирный фестиваль молодёжи, который пройдёт в Сочи. В неформальной обстановке и с напутственными словами их проводил глава округа Владимир Волков. Как прошла встреча и чего ждут от поездки юноши и девушки, узнала наша съёмочная группа. В преддверии такого замечательного мероприятия мы решили все вместе организовать встречу с делегацией городского округа Люберцы, которая буквально вот послезавтра стартует уже на Черноморской побережье. Всемирный фестиваль – самое масштабное молодёжное событие. В нём принимают участие 30 тысяч российских и иностранных юных лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки и других направлений общественной жизни. Некоторые ребята уже отправились из Люберец в Сочи. Те, кто пришёл на встречу, уезжают со дня на день. Это огромная площадка для обмена мнениями, для получения новой информации, для новых знакомств, для знакомств с интересными людьми. Конечно, я не сомневаюсь, что вы вольётесь в эту тусовку. Там, где вы, где молодость, где креатив, где новые идеи, всегда и жизнь меняется в лучшую сторону. Последний раз фестиваль проходил в 2017 году. Тогда там собралось около 25 тысяч человек. В этом году от городского округа выбрали 20 юношей и девушек. Они проведут в Сочи 7 дней. Их ждёт насыщенная программа «Новые знакомства и знания». На фестивале я в первый раз, в числе амбассадоров я тоже первый раз. Для меня это совершенно новый опыт, тем более на событии мирового масштаба. Чего я ожидаю в целом от фестиваля? Это, конечно же, новых знакомств, новых положительных эмоций и обмен различными идеями с ребятами из других регионов, из других стран. Не похожих на нас и в то же время очень схожих по менталитету с нами. Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Гости в возрасте от 18 до 35 лет смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках. А также увидеть выступления творческих коллективов и провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошёл открытый турнир городского округа Люберцы по художественной гимнастике «Мой добрый папа». Спортивное мероприятие посвятили Дню защитника Отечества. За выступлениями юных грации наблюдали мои коллеги. Елизавета Епифанова занимается гимнастикой с трёх лет. На её счету десятки престижных наград. О будущей профессии спортсменка пока не задумывалась. Но то, что художественная гимнастика занимает в её жизни важное место, абсолютно точно. Меня отвели родители, и когда я в первый раз попробовала, мне понравилось, и начала дальше ходить. Я сегодня подготовила обречи булавы. Ну, я не очень довольна булавами, потому что сделала две потери. Я равняюсь на сестёр Авериных, и мне очень жаль, что они ушли из большого спорта. Каждая из этих гимнасток мечтает добиться успеха в спорте. А для этого нужно усердно трудиться и обязательно участвовать в соревнованиях. Они дают возможность проявить себя и сравнить с соперницей. Соревнования дружеские. Вот дети все награждены. Они поздравляют своих пап. Знаете, хочется немножко, сегодняшний тяжёлый день, поздравить всех пап с этим праздником. Пожелать всем мирного неба, чтобы дети чувствовали, что у них есть папы-защитники их семей, их мам, их лично. 60-й год мы проводим эти соревнования, и мне кажется, они придают какую-то любовь к папе, любовь к семье, объединяют семью. Этот турнир посвящён Дню защитника Отечества. Поэтому выступления судины не только профессиональной жюри, но и папы юных гимнасток. Оценивали эмоциональную выразительность движений, костюм, сочетание прически и макияжа выбранному стилю. Самое трудное – быть объективным, когда выступает твоя дочка или её друзья, подруги. Моей дяне уже 6 лет. Уже третий год мы занимаемся художественной гимнастикой. Вот, и, ну, очень необычно почувствовать себя в роли судьи, действительно, примерить эту роль на себя. Я даже немножко растерялся, но в целом у меня впечатления позитивные, конечно же. Своё мастерство во владении мечом, обручем, булавами, лентой и скакалкой показали гимнастки из Подмосковья и Москвы. Люберчанка Ульяна Логинова среди спортсменок возрастной категории 2015 года рождения стала серебряным призёром. Любая награда – это оценка моих за суд. У меня в обруче не получились некоторые риски. Так я выступила очень хорошо. Я уверена, что в следующий раз выступлю ещё лучше. Турнир «Мой добрый папа» объединил более 300 спортсменок от 3 до 16 лет. Новый год, сильный коронавирус! Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 21-й раз прошёл турнир по футболу памяти воина-мученика Евгения Родионова. Он состоялся на стадионе «Электрон». Соревнования прошли среди ветеранских команд. Подробнее расскажет наш корреспондент. 13 февраля 1996 года во времена Чеченской войны рядовой Евгений Родионов с двумя товарищами заступил на дежурство Чечено-Ингушской трассы. Ночью они остановили машину для досмотра, в которой оказались вооружённые боевики. После чего военнослужащих взяли в плен. Евгений погиб при жестоких условиях. «Он же такой поступок совершил, не каждому человеку это дано. Он не стал снимать православный крест. Сто дней не снимал крест. Её били, мучили. Женя, он доказал и показал всему миру силу православного креста». В этом году в соревнованиях приняли участие 8 ветеранских команд. На футбольном поле проходило сразу две игры. Матч длился 20 минут. От каждой команды участвовали 9 игроков. «Патриотическая работа должна вестись однозначно на высоком уровне. Я сам служил в пограничных войсках в СССР, в свецподразделении. И сейчас воспитывать молодёжь в духе патриотизма – это наша обязанность даже. Потерянное поколение. То есть есть такие нюансы, которые мы сталкиваемся в жизни, что молодёжь не понимает, что происходит и в стране, и в мире». Одним из гостей турнира стал футбольный клуб из Калужской области. Всего прошло 16 матчей. Первое место заняла команда «Ресурс». Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошли финальные игры зимнего первенства городского округа «Люберцы» по мини-футболу среди мужских команд. Кто завоевал титул чемпиона и забрал главный трофей турнира, расскажет Богдан Колесников. Первые матчи первенства городского округа «Люберцы» по футзалу состоялись в декабре. В течение трёх месяцев за звание чемпиона сражались девять команд. В полуфинал вышли четыре. Футбольные клубы «Люберцы», «Урожай», «Альянс» и «Новокросково». В настоящий момент у нас проходят матчи за третье место. Это вообще первый турнир по мини-футболу, который проводится на территории городского округа «Люберцы». И стать первым чемпионом – это всегда очень приятно. Тем более команды достаточно амбициозные, все были нацелены на победу. Со счётом 10-2, заняв третье место в первенстве, победу над футбольным клубом «Люберцы» одержал «Томилинский урожай». Уже в главном матче встретились сильнейшие команды округа – «Новокросково» и «Альянс» из «Томилина». В этой первенстве 15 «Скалов» забил за команду, принёс свои результаты. Надеюсь, очень сильно помогаю команде. Команда у нас молодая, очень много ребят хотят добиться в футболе. Молодые все, всем по 18 лет в основном. У них своя мечта, конечно, в футболе. И это первый, так скажем, шаг их, как футболисты, становление, большой шанс. Поэтому ребята все очень сильно хотят завоевать этот трофей. Игрок команды «Новокросково» Вячеслав Юшкин за время проведения зимнего первенства принёс команде 23 очка. Забив гол на четвёртой минуте первого тайма, футболист, выступающий на позиции защитника, открыл счёт финального матча. «Матч завершился со счётом 7-3 в пользу команды «Новокросково». Победителям вручили медали, диплом и кубок. Главный – трофей первенства. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и, конечно же, у нас на сайте LRT.TV. До свидания. Продолжение следует...